США, они не могут взять и открыто сказать, мы поддерживаем того-то. Кто вы такие, собственно говоря, да, какие права имеете? Однако, они обязательно должны каким-то образом обозначиться. Они это сделали. Ассаламу алейкум ва рахматуллах и ва баракату. Во имя Аллаха милостивого, милосердного. Уважаемые друзья, сегодня хотелось поговорить немножко о новостях из Лондона. О британской королевской семье. Что там происходит? В последнее время было практически ничего не слышно. Ни про королеву британскую, бабушку Лизу. Ни про других каких-то членов высокого семейства. За исключением принца Филиппа, который был своего рода генератором новостей. Сначала его исключили из состава семьи как таковой. Потом он вроде как умер. Но, судя по всему, помогли для того, чтобы лишнего не говорил. Но вот недавно начались уже вбросы. То есть сначала появилась информация, что бабушка Лиза назначила преемником внука принца Уильяма. Я законный король тридевятого королевства. Лагерь его отца принца Чарльза немедленно ответил вбросом о том, что передача власти Чарльзу произойдет через пять лет. Уважаемые друзья, кто немножко знаком вообще с ситуацией с информационным обеспечением и освещением жизни королевской семьи, он был просто поражен тому накалу страстей, который был вот в этих кратких сухих сообщениях. Судя по всему, битва за трон вступает в свою кульминацию. Державе нужен новый король. Король британский – это символическая фигура во многом. Несмотря на то, что он действительно обладает колоссальной властью, деньгами и возможностями, он еще и символ. В зависимости от того, какой придет король, это будет означать то, какое решение приняли властные группировки, кланы и политические силы, стоящие за всей элитарной структурой. Мы контролируем ДНК потомков, выращивая их в родовых капсулах. Если приходит Чарльз, то это король стагнации. Только прийти в своем кругу, попросит счастье рецепт дурак. Позвони Феоне, спроси ее, как. Это король стабильности, это король попытки сохранить статус-кво, все как есть. Это несколько лет, то есть те самые видимые, которые были озвучены. Потому что, собственно говоря, у Чарльза, конечно, очень мало шансов на то, что его поддержат многие. Они пытаются именно протащить тему с тем, что правит якобы все еще бабушка Лиза, а рулить будет реально Чарльз. Жек и Феона подменяют больного короля. Если приходит Вильям, это король плутократии. Наши долго и счастливо уже близко, мама. Обещаю тебе, людишки королевства дорого заплатят за каждую секунду моего ожидания. То есть это бизнес-модель. Не зря его женили на галахической еврейке. И, соответственно, они будут пытаться решать вопросы Ротшильдов. То, о чем мы неоднократно говорили. Наступает колоссальный банковский кризис. И банковская система вся будет заменена на другие механизмы. Я имею в виду чисто технически. Но при этом, естественно, Европа будет разорена. Ротшильды спасают свои капиталы. И Вильям будет этим как раз и заниматься. А ну хорош грабить! Замку скорей! И если приходит Гарри, то это король войны. Итак, великашка, теперь моли о пощаде. Кота в сапогах! Именно Гарри воплощает в себе весь милитаристский дух современной Европы. Дух пиратов. И ваш король. Не слыхал. Гарри не зря позиционирует себя именно как такой лихой мачо. Кстати, до сих пор неженатый. Очень интересная тема с потенциальной женитьбой Гарри. Будем еще не слава разбирать это дальше. Так вот, уважаемые друзья. Было бы наивным думать, что борьба за английский престол разворачивается только среди англичан. Только среди английских кланов. Нет. В силу того, что это заденет весь мир, естественно, весь мир в этом и заинтересован. Кто-то за кем встает. Но какие сейчас основные силы? Это, понятно, четыре проекта. Исламский проект мы рассматриваем только в перспективе. На сегодняшний день его нет. И поэтому там только опосредованное влияние. То есть будущий король рассчитывает на то, что он будет каким-то образом угоден мусульманам. Ну, например, принц Чарльз достаточно плотно общается с некими известными суфиями. Я уж не говорю про Агахана IV какого-нибудь и так далее. Вообще Чарльз отвечает за эзотерическую такую составляющую в английской королевской семье. И, естественно, суфийскую тему он не мог упустить. И таким образом он охватывает исламский проект. Вильям в силу, опять-таки, женитьбы и в силу своего предназначения не особо интересуется мусульманами. И поэтому на него это не распространяется. Это, кстати, ему минус в его долгожительстве, если он взойдет на престол. Я имел в виду долгожительство как короля. Ну и Гарри. С ним было несколько очень интересных эпизодов. Ну, например, он побывал в Афганистане. Отметился. Дальше очень была интересная тема с его пассией. Когда Крисида Бонес рассматривалась на роль его жены, то было очень интересно изучить биографию отца, который, будучи таким Джеймсом Бондом, курировал как раз мусульманское направление. Это было очень интересно. Это была явная подготовка. Ну, судя по всему, именно поэтому брак-то и не состоялся. Потому что рано. И если Гарри охватывал два проекта разом, то он стал слишком силен. Остальные кланы этого не допустили. С мусульманами более-менее понятно. Евреи. Да, евреи стоят за Уильямом. С этим тоже более-менее ясно. Им нужно сохранять свои деньги. Им нужно спасать свои авуары и так далее. Китайский проект, восточный проект. Здесь сложно, потому что Китай на сегодняшний день находится на перепутии, на раздроблении. Там все меняется. Восточный проект сцепился внутри себя в страшной схватке. Буддисты давят мауистов. Те дают очень жесткую ответку. Ну, судя по всему, влияние восточного проекта пока можно не рассматривать. И остается, собственно говоря, проект западный. А в силу того, что Британский престол – это основа, суть западного проекта, то, естественно, главное влияние будут играть игроки из западного проекта. Это кто? Это, естественно, европейская элита. И это США. Нельзя сбрасывать США со счетов. Ну, никак. Все-таки сверхдержава. Все-таки сильные и очень упертые, я бы сказал, ребята. Так вот, кто и куда направляет? Кто и как движется? Ну, можно очень четко сказать, что принц Гарри в своем скандальном интервью обозначился, ну, да нельзя прямо и конкретно в пользу своего брата Вильяма. И четко высказал свою ненависть к отцу, в отцовстве которого есть достаточно обоснованные сомнения. Я расскажу про твое особое происхождение. Заявил, что смерть матери не простит никому. Я видел, как она умирала! Таким образом, мы видим конкретное объединение кланов, стоящих за Вильямом и Гарри, против клана, стоящего за Чарльзом. Один Целестил слишком слаб для свершения подобного масштаба. Но два Целестила, знаешь ли, вполне могут издержать. И вот здесь очень даже любопытно, кто сможет склонить чашу весов. Есть основные игроки. Это, конечно же, США. Это европейская старая аристократия. Ну, про евреев я уже сказал. И вот такое складывается впечатление, уважаемые друзья, что сейчас многое будет зависеть от США. Какую позицию они займут, на чью сторону встанут. Потому что старая аристократия стоит за Чарльзом, евреи стоят за Вильямом. И на чью чашу весов бросят свое могучее тело американцы. Скорее всего, те и победят. Но как можно узнать, за кого выступают Дональд Федорович Трамп, сотоварищи? Ведь они не могут взять и открыто сказать, мы поддерживаем того-то. Кто вы такие, собственно говоря, какие права имеете? Однако они обязательно должны каким-то образом обозначиться и показать всему миру, всему понимающему миру. Уже мы друзья, они это сделали. Давайте рассмотрим самое известное послание к сыну последних лет. Стражи Галактики, часть 2. Очень коротко о основных позициях, которые там были озвучены. Ну, во-первых, есть некий молодой человек, родившийся без отца. Мама всем говорила, мой отец живет среди звезд. Его фактически усыновляет некий разбойник и бандит. А всю жизнь делал не то и не так. Так хоть с сыном повезло. Который при этом является членом секты-опустошителей. Стакан! Это очень серьезная сектантская организация, которая выполняет самые деликатные, незаконные поручения элиты. И вот среди них он работает, бандитствует. Но при этом всегда помнит о своем происхождении. У него есть какой-то плеер, он слушает земную мелодию и так далее. И он всегда помнит свою умершую мать. Через некоторое время он встречается с зеленой женщиной. Прогуляемся. Которую зовут Гамора. Прямо такое ощущение, что скоро они в садом переедут. Мы приехали или нет? Да. Которая является дочерью некоего мега-тирана Таноса. И она его предает, от него сбегает. Ее преследует другая дочь, ее сестра. Всякий раз, как сестра брала верх. Он заменял какую-то часть меня механизмом. Вот такая вот веселая компания. Но что самое интересное. Со временем у этого парня, у Питера, находится отец. Мое имя Эго. Я твой отец, Питер. И что интересно. Этот отец – бог. Бог. В смысле, типа, бог? Ну, с маленькой буквы, сынок. В те дни, когда я столь же скромен, как Дракс. Бог-создатель. Первичное существо, появившееся в этом мире. Который потом создал все остальное. В том числе, он там и себе придал некие антропоморфные черты. Я создал образ биологической формы жизни по своему разумению. Этот бог рассказывает о том, как все будет хорошо. Но есть какая-то червоточинка в этом во всем. При том, что он очень благообразный. И, что характерно, бородатый, усатый. Такой белый человек старых лет. Хотелось ощутить, каково же это быть человеком. И вот вокруг есть взаимоотношения вот этого самого Отца и Сына. Который, опять-таки, в чистом виде воплощение некоего без Отца родившегося Божества. Сын Божий. Да! Да! А теперь формируй. Христос, Митра, Орфей, Гор и так далее. То есть, все очень мистично. Все подогнано под эту схему. И вот взаимоотношения их между собой развиваются. И вдруг выясняется, что, оказывается, отец-то не такой уж и добрый. Что, оказывается, он хочет уничтожить весь мир и восстановить, в общем-то, старый порядок в новом, объяв собою все. Это чистейший гностицизм. То есть, в данном случае, Бог-создатель – это злой Бог. Это сатанаил. И вот именно с этим начинает бороться разношерстная команда уродцев, перетаскивая, в конце концов, на свою сторону сына Божьего Питера. И все это закручено на то, что выясняется, что отец убил мать Питера. Именно на этой почве он начинает с ним борьбу. Ты какого дьявола себе возомнил? Ты убил мою мать! То есть, привлекая на свою сторону такой вот конгломерат самых разных рас и народов. Завершается все это тем, что он убивает отца. При этом теряя свою божественную сущность и в результате отказываясь от претензий на власть. То есть, Питер меняет божественное право на кучку друзей. Убьешь меня и тут же станешь обычным смертным. И что же в этом плохого? Нет! При этом он собирается, судя по всему, жениться на этой зеленой гоблинше. Отсюда, кстати, очень неплохие отсылки можно сделать к такому замечательному мультфильму, как Шрек. Где Шрек, собственно говоря, тоже отказывается от царства ради семьи. Там еще можно много чего разбирать. Ну, например, вот этот самый приемный отец-бандит и сектант. Он явный масон. И он погибает в конце. Масоны-опустошители сделали свое дело. И они попрощались с погибшим приемным папашей. И на этом, в общем-то, их роль исчерпана. Они воспитали нового потенциального короля. Один из помощников этого самого Йонда, который предал его, но потом все-таки вернулся и стал хорошим. Более того, он его заменил явный фашист. То есть все атрибуты такого фашистующего молодчика на лицо, более того, на шее. У него свастика нарисована. И вот он сменяет масона. Ну, таких вот вещей там масса очень много. Ну, там, не знаю, какой-нибудь вот этот здоровый, тупой. Он на самом деле явный русский какой-нибудь такой, с красными татуировками. Прям коммунист коммунистом. Плюс этот енот и еще много всего. Но давайте посмотрим, что такое самое явное. Я часто говорю, что когда мы разбираем символизм, можно погрязнуть и очень надолго уйти. Извини меня. Надо срочно отлить. А самое главное, это то, что идет битва детей с отцами. Причем не только этого вот, а гора Христа Питера, а и его зеленой подружки с сестрой. Я куплю корабль с арсеналом смертоносного оружия. Загоню моего отца как зверя и медленно разорву его на части. Которые только и знают, что мечтают о том, как убить своего отца. Который их породил, воспитал и сделал их такими, какие они есть. Об этом, кстати, будем еще много говорить. Эта тема, она очень распространена в современной западной мифологии. Это и убить Билла, это и куча самых разных других фильмов и произведений. Где вот эта тема навязывается. Ее тоже запустили. Но, уважаемые друзья, суть в чем? Суть в том, что старый властитель, создатель и основатель, который внешне чрезвычайно похож на Николая II, а также на его кузена Георга, не распознал по суровой мужской красоте. Он оказывается плохой. И он претендует на власть. Но его сын под влиянием пришлых не аристократических кровей, не божественного рода существ восстает против него. При этом отказываясь сам от претензий на божественную, читай, королевскую власть. Вот она суть. И очень интересный момент. Сквозной такой линии идет тема неких суверенов. Это раса элиты, раса аристократов, которые тоже стремятся уничтожить сына. Нас волнует нанесенное нам оскорбление. Они дерзнули укусить руку, что их кормило. Это ересь высшего порядка. И, по сути, поддерживают отца. И чуть-чуть было не помогают ему осуществить его планы. Таким образом, мы явно видим конфликт. Отец Чарльз со своей аристократией борется с сыном Вильямом. Он же Гарри, которые при поддержке США побеждают отца. Это посыл американцев. Это их манифест, их обозначение. При этом явно показывается, что прежние неофициальные силовые структуры отступают и отходят, выполняя вторичную роль. Потому что уже не опустошители, а стражи галактики становятся первыми. И неотъемлемой частью стражей, судя по всему, станет немецкий фашист. Уже мы, друзья, все крайне интересно. Особенно, если вспомнить, как Гарри фотографировался в рубашке с нацистской символикой. Масса разных параллелей. И мы видим, что все закрутилось очень сильно. Посмотрим. Все крайне любопытно. Ассаламу алейкум, ва рахматуллахи, ва баракетуху. Субтитры создавал DimaTorzok